Всем привет! Сразу предупреждаю, что не стоит ожидать здесь супергайда, но здесь я расскажу свою ситуацию, когда я включил ПК и обнаружил, что на диске С у меня свободно всего лишь 200 мегабайт, хотя еще вчера было больше 4. Как видите, даже иконки на рабочем столе не могут прогрузиться, и я иногда просто офигеваю, куда девается свободная память на диске С. Даже встроенная утилита очистка диска мне не помогает, ну а вдруг обновления не удалились? И здесь мне приходит на помощь программа Winderstat. Эта программа показывает, куда делась память на накопителе, ссылка в описании. Значит, после запуска программы выбираем двойным кликом накопитель, в данном случае это диск С, и сканируем его. Также можно все диски проверить и почистить их от мусора, но сейчас у меня другой приоритет. После сканирования я обнаружил, что на диске С есть системный файл hiberfall.sys, неизвестного мне происхождения. Мне его не удалось удалить, так как файл использовался. Попытался этот файл найти через проводник. При этом в параметре папок выбрал показывать скрытые файлы, папки и диски, но результата этого не дало. Далее я решил погуглить, что это за файл, и как выяснилось, этот файл отвечает за спящий режим. То есть это когда данные из оперативной памяти записываются на диск, после чего можно быстро запустить ПК. Так как я активно пользуюсь этой фишкой, то я решил ее не отключать, хотя используя команду powerconfig-h off, можно отключить спящий режим и удалить файл hiberfill.sys. Далее я решил поискать другие файлы, так как на накопителе 60 гигабайт, и что-то явно можно удалить. Кстати, прелесть программы VendorStat также заключается в том, что она графически представляет занятое место на накопителе, что позволяет сразу же перейти на файлы большого объема. И кстати, справа показываются форматы с занятыми файлами. Чудо, а не программа. Далее я вижу, что папка Program Data довольно внушительного объема в 7 гигабайт, и я решил зайти в нее и смотрю, что папка StartDoc занимает чуть больше 2 гигабайт, хотя я программы этой кампании давно уже удалил. После пересмотра файлов я понял, что это видеофайлы с расширением AV и MPEG. Эти видеофайлы были предназначены для программы DeckSpace для включения видеообоев для рабочего стола, но я ее уже год не пользуюсь, так как подписчики мне посоветовали Wallpaper Engine, после чего я стал пользоваться ею, и вам советую. Не долго думая, я удаляю всю папку StartDoc. Как видите, уже стало свободно 2 гигабайта. Идем дальше. Полазив под другим папкам, я решил опять же наведаться в папку Program Data, и обнаружил, что в папке Microsoft есть папка Visual Studio, которым я уже давно не пользуюсь и удалил его так же давно, хотя здесь она и есть, и весит папка 2 гигабайта. Я заметил, что в пуске есть компоненты Visual Studio, но не придавал этому большого значения, хотя в удалении программ этих приложений не было, кроме пакетов Redistributable. Но они предназначены для запуска многих приложений и весят копейки, поэтому я принимаю решение удалить из папки Program Data и эту папку, и уже свободно 4 гигабайта. Давайте до 5 гигабайт хотя бы дойдем. Папку NVIDIA, думаю, не стоит удалять, а вот папку под названием Package Cache, думаю, стоит, ведь это кэш. Почти пятерик. Далее я просто воспользовался графическим достоинством Windows Start, и нажал на второй по величине квадрат, так как самый большой квадрат это спящий режим. И меня отправило в папку Steam, где я подозреваю, было загружено обновление для 5-го Street Fighter, размером с 1,4 гигабайта. Самое странное то, что игра находится на диске D, а обновление находится на диске C. Поэтому лучше, скорее всего, устанавливать Steam полностью на D, а не на C, хотя и скорость запуска вы потеряете, если, конечно же, у вас SSD. И вот у меня свободно 6,35 гигабайта, что, на мой взгляд, является победой. Кстати, после перезагрузки стало свободно 7,60 гигабайт, а после еще одной перезагрузки стало свободно 12,60 гигабайт. Удивительно, не так ли? Windows это отличная система, она простая и довольно открытая платформа, ну насколько это возможно. Плюс это популярная платформа, но ее недостаток заключается в том, что она со временем захламляется, и если не делать чистку системы, то вы со временем будете вынуждены просто переустановить ОС. Да, по сравнению с другими ОС, Windows 10 делает автоматическую чистку, но, во-первых, это происходит не быстро, а, во-вторых, после чистки все равно забивается накопитель уже новым кэшем все тех же программ. А некоторые вообще не удалились, даже после деинсталляции программы, как в случае с Visual Studio. Думаю, вам был полезен данный ролик, ссылка на программу будет в описании, а если есть и другие методы очистки ПК, то также их напишите в комментариях. Я лишь описал самый простой и довольно доступный метод. Всем удачи! И да, не будьте жадиной, поставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!